всем привет вы на канале тренер хапаев представляю вам второй комплекс упражнений для кокса артрозника которые я делаю сам со своей группой и в общем то все остаются довольны вам нужно просто внимательно посмотреть может быть первый раз просмотреть а второй раз уже попробовать вместе со мной сделать вчера я выложил первый комплекс сегодня вот выкладываю второй комплекс все просто начинаем скручивать позвоночник за счет рук за счет спины удерживаем кого в крайней позиции чувствуем растяжение боковых мышц сейчас тянем мышцы спины руки помогают усиливают растяжение широчайших мышц тянем ягодичную мышцу и задерживаются в позиции дыхание абсолютно произвольно они вообще не парьтесь по поводу дыхания дышите там как вам удобно старайтесь делать перед зеркалом все вот обратите внимание что у меня одна рука выше чем другая и работаем на баланс достаточно трудно это делать с вытянутыми руками потому что идет напряжение в спине плюс еще надо удерживать ноги обратите внимание что у меня левая рука чуть ниже правая чуть выше в зеркале все это надо исправлять для тех кого беспокоит перекосы вот все делаете перед зеркалом чтобы красивая геометрия была сейчас я снова снял нагрузку со спины с рук и уже более активнее поднимаю колено то есть делаю больше амплитуду подъема и сосредотачиваюсь на балансе статичное напряжение для сустава очень хорошо то есть вы не делаете многоповторные движения которые естественно будут разрушать сустав а делайте вот такие статичные напряжения и слушайте внимательно самое главное это ментально входить в состояние вот вашего движения и чувствовать как вы себя вот ощущаете в пространстве достаточно трудный подъем вот этот боковой бедро выдавлено и колено идет четко в сторону не вперед а в сторону и не обязательно тут высоко делать вы можете чуть-чуть делать отклонение главное удерживать баланс потому что сейчас вот опорная нога стабилизирует ваше движение в ваше состояние и конечно сустав получает хорошую нагрузку и сейчас отведение колено назад как привыкните делать вы можете уже переходить в ласточку то есть это начальная такая позиция ну для некоторых и она будет сложная данный комплекс длится 18 47 18 минут 47 секунд все медленно аккуратненько получать удовольствие от движения чем разнообразнее вы загружайте свои ноги тем лучше для сустава потому что в жизни у нас происходит оптимизация движений с возрастом движение становится более экономные не загружают полностью сустав а только работают точечно создают точное напряжение вот позиция всадника или сумок как угодно обязательно зеркало должно быть потому что у кого перекосы таза вы увидите смещение то влево то вправо немножечко раздвинул ноги и еще пошире стал и начался просаживаться хорошо тянутся приводящие мышцы проблемные мышцы для коксартрозников в такой позиции вы хорошо их почувствуете спинка должна быть ровной делайте не только вот так фронтально но еще и смотрите на себя в профиль в зеркале и смещение центра тяжести на правую ногу на левую ногу усиливаем нагрузку на ноги делать удовольствие если вы чувствуете какой-то болевой порог то лучше остановиться не делать но если мы говорим по пятибалльной системе то до двух баллов можно испытывать боль дальше не надо данном случае руки показывают направление корпуса как я прокручиваю корпус сделаю сейчас из сумма выхожу в выпад и в другую сторону выпад неглубокие выпады ну достаточно тяжело на фоне всей всего этого комплекса это уже будет хорошая нагрузка на ноги убрал руки снял напряжение со спины более внимательно уже акцентирую работу ног тянем ягодичные тянем бицепс ноги тянем приводящие расставляю ноги чем шире тем лучше тянется плечевой пояс старайтесь максимально расслабиться и замки которые у вас есть в паховой части вот прислушивайтесь старайтесь убрать их то есть избыточное напряжение которое у вас появляется вы старайтесь ментально раскрыть эти замки и освободить ноги вот смещение то на одну то на другую ногу хорошо растягивается бицепс ноги на прямой ноге хорошо спасибо спасибо Усложняем движение. Усложняем движение и просаживаемся уже на ногу. Как получается, у кого-то глубоко, у кого-то не глубоко. Но спина при этом желательно должна быть ровная. То есть она в наклоне вперед идет, но сам позвоночник ровный, то есть не горбатый. Вот достаточно сложные переходы, не поднимая головы, на одном горизонте переходить с одной ноги на другую. И выпады продольные. Чтобы ноги немножечко отдохнули. В кочевника, потому что квадрицепс хорошо поработал сейчас. И расслабляемся. Грудь положили на колени. И спинка вытягивается с ягодичной вместе. Ну вот поехали теперь на голубя. Ну я драконом называю, кто-то голубем называет. Это золотое упражнение для коксоартрозника. Его нужно обязательно освоить, потому что здесь мобильность таза очень хорошо развивается. Сейчас на правой ноге правая ягодица хорошо растягивается мощно, а на левой наоборот сокращается и тянется паховая часть. Если кто-то случайно смотрит этот комплекс, напоминаю, что у меня на левой ноге стоит эндопротез в тазоведренном суставе. Колено полгода тому назад было оторвано сухожилие, которое крепит квадрицепс к надколеннику. Поэтому сейчас уже реабилитация идет полным ходом и достаточно уверенно себя чувствую в данных позициях. Расслабляться максимально, потому что чем больше вы лежите, тем больше вы начинаете чувствовать болевых ощущений, которые у вас появляются в ягодице или в паховой области. Поэтому это не так, что там на 5 секунд легли, а легли и лежите. Растяжение даст вам потом болевые ощущения. Надо дождаться их. Вот я на оперированной ноге сейчас лежу, кстати. Вопреки вот этим пресловутым 90 градусам. Да и колено в принципе нормально сгибается, уже нету никаких болевых ощущений. Я имею ввиду оперированное колено. Главное, чтобы дыхание было спокойным и подстраивайте его под движение, как дышится, так и дышите. Главное, не нарушайте, чтобы ритм дыхания был спокойный. Дыхание спокойно, значит сердце спокойно бьется, значит давление нормальное. Все должно быть вот в таком умеренно спокойном темпе. Раскинул колени в стороны. И растягиваю квадрицепс еще больше. Через паховую область. Занял неприятную позицию и жду, когда мышцы успокоятся. Самый главный принцип. Создать напряжение, а потом ждать, когда это напряжение сойдет на нет. Это 18 минут. Вот зарядка для тех, у кого нету никаких инструментов под рукой, нету никаких утяжелителей. Кто находится в отпуске, в командировку поехал. И вот может в гостиничном номере или где-то в парке поработать с этим комплексом. Его можно изучить и работать с ним месяца два-три, можно полгода работать. Ну посмотрите, вчерашний комплекс. Он немножко отличается от этого. Завтра будет еще третий комплекс. Тоже отличный от этого. И можно чередовать. Сегодня в понедельник сделали первый комплекс, во вторник второй, в среду третий. Потом опять вернулись к первому комплексу, чтобы не надоедало. Последовательность движений здесь вся продумана, потому что я сам имею вторую степень коксоартроза. У меня после операции и во время тренировок моих профессиональных с тяжестями всегда происходят какие-то перенапряжения, перерастяжения. Я все время чувствую какие-то боли. Но вам лучше, конечно, записаться в группу и в группе это все вместе со мной делать, потому что 18 минут не сравняться с часовой тренировкой, которую я провожу каждый день. Здесь только малая часть тех тренировок, которые я делаю в группе. Вот сейчас ахиллова сухожилия растягиваю, комбаловидную мышцу. И, в общем-то, потихонечку комплекс подходит к концу. Заостряю вот угол в голеностопе. То, что нужно для приседания. Растягиваю хорошо стопу. И на операционной ноге сейчас то же самое делаю. Самое главное, это еще понять, что важна система, системный подход. То есть, чтобы не разбрасываться, не распыляться, а взять, ну, например, этот же комплекс и его проработать несколько месяцев. Вы будете чувствовать все время прогресс. Это вас будет мотивировать на дальнейшие тренировки. А если вы выхватываете отдельные упражнения в одном, в другом, в третьем месте, пытаетесь все это слепить, то, в общем-то, ну, это, конечно, лучше, чем ничего не делать. Но вы не понимаете суть происходящего. И понятно, что такие комплексы, которые я показываю, они для разных степеней будут по-разному ощущаться. Поэтому приходите в группу, записывайтесь. И я вам буду давать рекомендации, исходя из вашего состояния здоровья. То есть, много записано всевозможных блоков на разные случаи жизни. И все это можно выбрать под вас. В закрепленном комментарии я все вам в статье напишу. Посмотрите, в комментарии будет статейка, и там будут ссылки. Всем здоровья, не болеем. С вами был тренер Хапаев. Пока.